Вы смотрите новости с севера Башкирии. Начнем выпуск с региональных новостей. 12 января погода в Башкирии начнет ухудшаться. К Южному Уралу приблизится циклон. Ожидается снег различной интенсивности, временами сильный. В отдельных районах метель при усилении ветра до 15-20 метров в секунду. Усложнится и ситуация на дорогах. Образуется снежный накат и гололедица. Температура воздуха повысится до минус 3-8 градусов. Роспотребнадзор Республики внес масштабные поправки в Санпины по питанию детей. Петрушку и огурцы, которые добавляют в салаты в столовых, необходимо предварительно замачивать в уксусе. Чищенный картофель нужно промывать в течение пяти минут под проточной водой. Еще одним правилом стал запрет на пронос школьные и детсадовские столовые продуктов и блюд из дома. Также Роспотребнадзор составил указания по приготовлению блюд. После закипания сосиски следует варить пять минут, а яйца – десять. Готовые бутерброды должны быть реализованы за час, а нераспроданные остатки утилизированы. К дежурству в столовой теперь допущены школьники старше 12 лет. На днях для маленьких берян в городе прошла архиерейская елка. Гости торжества не только водили хороводы, но и стали участниками театрализованного представления. В завершение праздника собравшихся поздравил Дед Мороз. Главный волшебник вручил сладкие призы маленьким гостям. 11 января в Бирске прошел танцевальный джем. Местом встречи участников мероприятия стал ток-центр «Умнюком». Воспитанники местной танцевальной студии продемонстрировали друг другу свои умения и способности. В Мишкинском районе прошел обрядовый праздник «Шорык Йол». Ряженые жители Сосновки с песнями прошлись по деревне звоном колокольчиков, разгоняя злых духов, потешая детей догонялками и валянием в снегу. К слову, по местному поверью, васли-кувы и васли-кугоза в Новый год выходят из реки и посещают каждый дом. А хозяева в это время обычно за праздничным столом угощаются, гадают и обязательно считают деньги. Это сулит богатство в наступающем году. С этого года в Бураево открываются школьные отряды волонтеров-медиков. Сначала они будут функционировать в школах райцентра. В учреждениях уже прошли информационные беседы, где ученики дали свое согласие на активную волонтерскую деятельность по направлению волонтеры-медики. Ребята станут помощниками для медиков на спортивных и массовых мероприятиях. Главное обязанность школьников в повышении медицинской грамотности населения, развитии донорства крови и популяризации здорового образа жизни. В МВД России по Калтасинскому району обратился 25-летний житель Красногомского. Мужчина сообщил, что с его карты похитили все денежные средства. В ходе проверки установлено, что супруга потерпевшего разместила в интернете объявление о продаже свадебного платья. На сотовый телефон женщины позвонил незнакомый мужчина, который пояснил, что согласен купить указанное платье за 12 тысяч рублей без осмотра. Покупатель попросил номер счета банковской карты, на который он сможет перевести деньги за покупку. По просьбе мошенника женщина продиктовала номер карты супруга. После этого мужчина попросил продиктовать ему пароль, который придет на телефон. Несмотря на предупреждающие сообщения банка с просьбой не сообщать пароль никому, она выполнила все указания преступника, которые получила в ходе разговора по телефону и продиктовала пароль. После этого со счета потерпевшего списали все денежные средства. Как оказалось, мошенники переключили услугу онлайн-банк к чужому номеру и перевели все деньги со всех доступных счетов. После чего телефон мошенника стал недоступным. В Караидели состоялся районный турнир по русскому бильярду. В соревнованиях приняли участие 13 человек, в том числе члены районного бильярдного клуба «Пирамида». Перед началом соревнований спортсменов поприветствовал начальник отдела по вопросам молодежи и спорта Вячеслав Семеряков. Чиновник отметил, что клуб любителей этой игры существует не так давно, но мастерство бильярдистов заметно выросло. По итогам турнира первое место завоевал Иван Кузнецов, выигравший все свои партии. На второе вышел не менее опытный Марсель Шабанов. Замкнул тройку призеров Раушан Зайнулин. Раушан Зайнулин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова